Время новостей на Новоодессе. Добрый вечер. В студии Ирина Коробкова. Мы продолжаем знакомить вас с событиями, известными к этому часу. В Одессе продолжают устранять последствия урагана, обрушившегося в ночь с пятницы на субботу. Сегодня в городе объявлено очередное штормовое предупреждение, в то время как не все последствия предыдущей бури удалось ликвидировать. Подробнее о том, как город справлялся со стихией, расскажет Максим Шпат. Более двух тысяч поваленных деревьев, сотни изуродованных, не подлежащих восстановлению автомобилей, десятки рухнувших рекламных щитов и тысячи сорванных крыш. Вот предварительный итог жестокого шторма, бушевавшего в Одессе в ночь с пятницы на субботу. По данным синоптиков, скорость ветра достигала 31 метра в секунду. Такой бури Одесса не видела 30 лет. Несмотря на предупреждение о надвигающемся циклоне, городская власть и коммунальные службы города оказались не готовы к встрече со стихией и ликвидации ее последствий. Очень медленно развернулся город, поэтому и решение проблем, оно началось только в субботу с обеда. Коммунальные службы не выступили, не вышли вовремя в ночь на работу, но в 9 утра они все поступили к работе, сейчас они все уже на улицах. По одной из версий, провал городских служб связан прежде всего с тем, что в критический момент Одесса в очередной раз оказалась без мэра. Когда на улице бушевала стихия, а коммунальщики ждали распоряжений, Алексей Костусев отдыхал в элитном закрытом клубе «Привателлинг», расположенном на побережье в Суворовском районе. По данным одесских СМИ, подчиненные начали звонить господину Костусеву еще во время первых порывов урагана. Градоначальник на сообщение о бедствии никак не реагировал, а потом и вовсе перестал брать трубку. Согласно показаниям очевидцев, мэр закончил веселиться только к рассвету. Отдохнув, он в сопровождении телевизионных камер появился на улице и демонстративно распилил перед журналистами несколько деревьев, упавших на дорожное полотно. Следует отметить, что больше всего от урагана пострадал городской электротранспорт. Шквальный ветер и тяжелые деревья оборвали контактные провода, приведя к полной остановке трамваев и троллейбусов по всему городу. Я иду с 10-й станции на перекладных, потому что трамваи не ходят, троллейбусы не ходят. На маршруте пятого трамвая на участке по французскому бульвару от контактного провода практически ничего не осталось, говорит Валерий Матковский. Для того, чтобы запустить трамвай пятый, для того, чтобы запустить троллейбус по проспекту Шевченко, нужно порядка 10-12 километров контактного провода. Необходимое количество провода для возобновления работы маршрута готов предоставить начальник Одесской железной дороги. Однако, для выдачи трех с половиной километров провода из запасов железной дороги необходимо гарантийное письмо от городских властей. Вырванные с корнями деревья также повредили газопровод, в результате чего более 50 жилых и производственных объектов остались без газоснабжения. Почти на двое суток без электричества остались жители 200 населенных пунктов. В Ивановском, Николаевском и Ширяевском районах Одесской области отрезанными от электричества оказались почти все учебные заведения. Со многих школ ветер сорвал крыши. Исправили 130 адресов и осталось у нас еще 331 адрес. В ликвидации последствий стихии в общей сложности было задействовано свыше 400 военных, порядка 200 курсатов ФВД, более 100 единиц техники, все бригады Главного управления чрезвычайных ситуаций. Большинство потерпевших от стихии были вынуждены часами ждать инспекторов ГАИ и работников коммунальных служб, чтобы оформить акты о случившемся. Из-за масштабности происшествий помощь приходила не сразу и далеко не каждому. Зелентрест не берет только с 9 утра. МЧС отправляет в Зелентрест. Служб нет. В ту ночь пострадало много автомобилей, часть которых уже не подлежат восстановлению. Они за это деньги же не выплатят, когда там придет АП, это как стихия. В связи с тем, что обязательное страхование автогражданской ответственности не предусматривает возмещение ущерба при подобных происшествиях, автовладельцам придется судиться с городской властью. Есть обязательный вид страхования, это гражданская ответственность перед третьими лицами. Это по закону Украины имеет каждый владелец. Но, к сожалению, по этому полису покрываются только убытки, если владелец сам является виновным в каком-либо дорожно-транспортном происшествии. Тем, кто не имеет полиса страхования автокаска, придется восстанавливать либо самому эти автомобили, либо судиться с коммунальными службами. Многие одесситы решили не дожидаться помощи от коммунальных предприятий и собственноручно начали разбирать завалы. А я помогаю. Кому я вижу, где-то надо помочь. Вот я с перчатками подтянулся, помог оттянуть веткой. К сожалению, от непогоды пострадали не только городские коммуникации и зеленые насаждения, но и рядовые горожане. Около 50 одесситов обратились за помощью в медицинские учреждения города. 7 из них госпитализировано. Кроме того, упавший электропровод смертельно поразил током 48-летнего мужчину. Экономический же ущерб, причиненный городу ураганом, еще только предстоит посчитать. Всего 20 минут в Одессе бушевала стихия, но последствия придется устранять как минимум неделю. Максим Шпат, Алексей Фисуненко, Новая Одесса. А мэр города Алексей Костусев может попасть в черный список тех, кто не работал на ликвидации последствий стихии. О необходимости составления такого списка заявил сегодня на аппаратном совещании губернатор Одесской области Эдуард Матвичук. Перечень особо отличившихся чиновников и руководителей коммунальных служб будет составлен в ближайшее время и передан в прокуратуру. Одесситы бунтуют. Из-за крупных поломок и обрывов электропроводов множество домов остаются без света. Вчера дорогу перекрывали жители улицы Мельницкая, сегодня жители 10-го квартала. Подробнее в репортаже Дарьи Сидоровской. Доведенные до отчаяния одесситы перекрыли дорогу по улице Космонавтов между 25-й Чапаевской дивизой и генерала Петрова. В результате прошедший по городу Бурис свет в домах одесситов исчез еще в пятницу. Таким образом, жители 10-го квартала третий день остаются без электроэнергии. В пятницу вечером после урагана еще было. Отключили свет в субботу около трех часов. Были оборваны провода, они лежали просто на земле, очень долго их не отключали. Люди сами растащили деревья и только потом отключили. За ночь бомжи разворовали провода и там вчера пытались что-то сделать. Сделали, не сделали, опять все искрилось и так света и нет. Мы обещают, мы так ждем. Поэтому мы обещаниям уже не верим. Мы просто будем ходить четко до того момента, когда у нас включится свет. Час как минимум он будет гореть, а потом мы подумаем, уходить, не уходить. Как по-человечески их понять можно, а как по работе, извините, это неподобство. А как людей, как жители этого дома, я сам перекрыл бы. Пассажиры все за и сказали, стойте, пока не появится свет. По-другому нельзя. Таким образом, горожане пытаются обратить внимание городских властей на свои проблемы. На сегодняшнюю акцию сразу прибыли представители Малиновской администрации Южного РЭС. По району сейчас, забываю, я не скажу, но нет здесь 15 линий электропередач, частично отключены или повреждены. Дополнительно еще вызвана дополнительная бригада для того, чтобы в кратчайшие сроки ее локализовать, устранить и дать свет. То есть, через 4 часа по правой стороне улицы Космонавта по этому кусту будет полностью дан свет. И до 20.00, до левый куст тоже запитывается, включая, как вы говорили, Варнинскую 20. Это не первая подобная акция. Из-за невосстановленного электроснабжения в воскресенье дорогу перекрывали жители улицы Мельницкой. Дарья Седоровская, Даша Дрович, Новая Одесса. Одесская милиция при этом заявляет об уголовной ответственности за подобные акции. Соответствующее заявление появилось на сайте Главного управления МВД Украины Одесской области. За подобное правонарушение Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ до ареста и даже ограничения свободы на срок до 3 лет. В первую субботу июня в Одессе отметили Международный день защиты детей. По сложившейся традиции в этот день чиновники, политики, общественные деятели и представители различных организаций проводят концерты, благотворительные акции, приезжают с подарками в интернаты и детские дома. Так ли часто люди в галстуках проявляют внимание к нуждающимся детям, расскажет Дмитрий Долматов. В последние дни по всему городу прошли праздничные мероприятия, концерты и конкурсы, приуроченные ко Дню защиты детей. 1 июня в Одесском зоопарке, кроме обычных посетителей, были и особенные гости – инвалиды и дети, лишенные родительского тепла. У вас зовут Степан. Мне нравится то, что он любит детей, он очень домашний, с ним очень хорошо гулять на улице. Посетители зоопарка выпускали в небо голубей, танцевали с аниматорами и получали приятные сувениры. Представители власти и политики также не остаются в стороне в этот день. На детских площадках и в центре города звучит музыка, работают клоуны, артисты всех возрастов дают концертные номера. Целыми делегациями чиновники посещают интернаты и детские дома. Однако мало кто из власть имущих готов регулярно уделять свое время тем, кто более всего нуждается во внимании. Одесская областная прокуратура постоянно поддерживает сирот. А 1 июня заместитель прокурора Одесской области Денис Черных с коллегами презентовал Дому ребенка номер один нужные вещи – большой телевизор, подгузники и сладости. Я думаю, что надо сделать доброй традицией непосредственно руководству ездить для того, чтобы все это видеть. Не давать поручения подчиненным, а каждому непосредственно выезжать туда и смотреть, что там происходит и какие проблемы у них существуют. Хватает ли им молока, посуды, медицинских средств. По словам Дениса Черных, в ближайшее время будет проведена работа по выявлению наиболее проблемных сиротских учреждений Одесской области. Сегодня мы определим самые труднодоступные дома, проанализируем это, где меньше финансирования и будем максимально помогать детям. Это касается финансовых выделений, а также и проблемах юридических. К сожалению, в праздничный день мало кто из чиновников вспоминает об ужасных условиях проживания в большинстве детских домов и интернатов. Жестоком обращении с их подчиненными, отсутствие личной обуви и одежды, нехватке элементарных средств гигиены. По словам общественников, сотрудники различных инстанций не могут дать объективную оценку состоянию каждого подобного учреждения. Бывали случаи, что мы приезжаем зимой, прекрасно, тепло, начинаем разговаривать со старшеклассницами. Они говорят, вы знаете, что когда это перед вашим приходом натопили приезда, мы уезжаем, выключают отопление. Дальше, я думаю, что там, конечно, ситуация гораздо жестче и в плане отношения к детям, и в плане условий, в которых они проживают. И туалеты во дворе, такие, как в деревнях, куда они ходят. То есть ситуация там, конечно, сложнее. На сегодняшний день в специализированных учреждениях Одесской области проживают 6673 ребенка. Это сироты и дети, лишенные родительской опеки. Из них более половины не имеют собственного жилья. Выпускница одного из городских интернатов Илонна с неохотой рассказывает о трудностях своей жизни в учебном заведении. Убили, забирали там печенье, конфеты забирали. То, что предоставлялось ребенку сироте, чтобы ребенок съедал свою норму порции, то они отнимали. Однако, как и многих других подопечных подобных учреждений, настоящие трудности ждали девушку после выпуска. Она оказалась на улице с грудным ребенком на руках. В нарушение закона чиновники не выделили ей даже комнату в общежитии. Помогли благотворительные фонды. Теперь у Илоны есть временное жилье. Я все равно хочу добиться с Божьей помощью, чтобы у меня был свой какой-то уголок. По данным Всемирной организации здравоохранения, Украина лидирует в самых страшных антирейтингов. По уровню детского алкоголизма, наркомании, табакокурения и вмертности наша страна номер один в мире. И, к сожалению, на эти тревожные сигналы чиновники реагируют не конкретными действиями, а яркими лозунгами, веселой музыкой и пакетами с игрушками раз в год. И последнее. Купаться на городских пляжах запрещено, сообщила главный санитарный врач области Любовь Засыпко. По ее словам, это связано с тем, что в результате ливня в море могли попасть грязь и часть стоков из канализации. Как долго будет действовать запрет, пока неизвестно. Отметим, что обычно после такого разгула стихии купаться разрешают не ранее, чем на четвертый день после ливней. Ну и добавим, что на сегодня по Одессе и местами по региону снова объявлено штормовое предупреждение. Какой будет погода в ближайшие сутки узнаете через несколько секунд. А информационный итог дня мы подведем в 21.00 на нашем канале. Всего хорошего и приятного вам вечера. Прогноз погоди від страхової компанії ТЕКОМ Как прогнозуют синоптики, у второго-четвертого червня в Одессе будет переважна хмарна, но без опадов погода. Вітер південний помирный 2-4 метра на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму – 752 мм ртутного стовпа. Вологість повітря 61%. Температура повітря в ночі плюс 12-14, в день плюс 24-26 градусов. Не вистачило впевненості. Страхова компанія ТЕКОМ. Впевненість у квадраті. ТЕКОМ.